Амфитрион Жизнь и делай Фикёа, сына Амфитриона, некогда в Фивах царствовал Амфитрион. Был он достаточно мудр, добр и справедлив, в меру обыкчив века своего, но несколько излишне жаден до власти, ибо он хотел расширить свои владения до пределов Ахейского мира. Когда его супруга Алкмен уже вот-вот должна была разродиться, Амфитрион при свидетелях неосторожно пообещал, что следующим царем Микен станет тот из потомков Персея, кто в этот день первым появится на свет, а все остальные будут у него в услужении, и уж он, Амфитрион, об этом позаботится. А все дело в том, что ему очень хотелось посадить там на престол своего отпрыска, но он не учел, что Сфинел и Некипа, похвалявшиеся, подобно ему, родством с Персеем, тоже должны были обзавестись ребенком. Это был Эврисфей, который случайно и родился первым, а Эфикал, сын Амфитриона, опоздал. И когда пришло время, на престол в Микенах взошел сын Сфинела, а Амфитрион, боясь подвергнуть сомнению твердость своего слова, вынужден был ему в этом способствовать. Хотя Эфикал не отличался ни большой силой, ни какой-то особой смекалкой, Эврисфей опасался, что тот попытается лишить его власти. Поэтому он стал думать, как бы ему под благовидным предлогом извести Амфитрионова сына. Он даже вопросил Аполлона, и Пифе сказала, что Боги разрешают ему держать Эфикла на службе десять лет и испытать за это время десять раз, но не более. Если тот погибнет, значит, такова судьба, если не справится, быть ему до конца дней в рабстве, если выполнит все, получит свободу. Однако, лишенный воображения, Эврисфей целых девять лет не мог ничего измыслить. Между тем срок, указанный Пифе, истекал. Тогда царь отправил своего человека собирать по площадям всякие слухи. На этом пути он достиг некоторого успеха. И вот однажды Эврисфей призвал к себе Эфикла и приторно сладким голосом сказал, говорят, в Немей завелся какой-то особо свирепый лев, который досаждает местным жителям. Я всем сердцем хочу помочь этим несчастным. Сделай же что-нибудь, мой верный друг. Это будет твое первое задание. Ступай. Эфикл собрался в дорогу, еще ни о чем не подозревая, ведь он не ведал о воле богов относительно него. Он долго бродил по окрестностям Немея, причем вел себя не слишком осторожно, так что не столько он нашел льва, сколько лев сам нашел его. Но, растревоженный шумом и запахом непрошенного гостя, зверь выскочил из укрытия и бросился на человека. Целый день лев гонял Эфикла по горам и долинам, но, к счастью, не настиг. В конце концов Эфиклу удалось кое-как забраться на дерево, где лев уже не мог его достать. Подождав немного внизу в надежде, что добыча сама спустится к нему, лев, утомившись от зноя, похоже, решил отправиться во свояси. Вскоре Эфикл потерял его из виду, но еще долго не осмеливался покинуть убежище. Получив такой урок, сын амфитриона стал действовать осмотрительнее. Предприняв многодневное исследование, он выяснил для себя, что лев охотится обычно по ночам и совсем не продолжительное время, а большую часть суток, скрываясь от жары, спит в глубине прохладной пещеры. Он заметил также, что пещера здесь как будто одна, но имеет несколько выходов. Это осложняло положение, ибо Эфикл замыслил просто завалить ее. Он принялся осторожно таскать камни к отверстиям, и через неделю все они, кроме одного, сделались непроходимыми. Оставалось последнее. Прямо над ним скала уходила почти отвесно вверх, а затем шла как бы площадка, соединявшаяся с более пологими склонами. На нее-то Эфикл и взгромоздил последнюю кучу камней, а затем, когда лев в очередной раз вернулся с охоты, устроил настоящий камнепад. Так чудовище оказалось в западне. Три недели Эфикл слушал рычание льва, пытавшегося выбраться наружу. Наконец его слабеющий голос затих. Выждав еще неделю для большей уверенности, Эфикл разобрал завал и вошел внутрь. Как он ожидал, огромное животное, наводившее ужасно всю округу, сдохло от голода. Таким вот образом Эфикл избавил Немею от свалившегося на нее несчастья. Ты хорошо поработал, мой верный слуга, сказал ему Эврисфи. Признаться, я уже не надеялся увидеть тебя живым. Я думал, ты пополнишь содержимое желудка этого страшилища. Несомненно, он был порождением Тифона, как о том твердят люди. Впрочем, это уже не важно. Важно то, что в болотах, окружающих Лерну, объявилась жуткая змея, которая похищает скот и разояет посевы. Поэтому не расслабляйся. За дело, мой дорогой, за дело, Эфикл, захватив с собой своего сына Иолая, отправился выполнять новое поручение царя. Топкие смердящие болота Лерны представляли собой весьма и весьма опасное место. Один раз Эфикл чуть с головой не ушел в трясину, в другой раз, надышавшись ядовитыми испарениями, едва не испустил дух. Ему же начали мерещиться боги, особенно сатиры Дионис, которых он почитал больше других. На третий день он увидел огромную змею, распластавшуюся среди корней вывороченного дерева. Обнажив меч, Эфикл бросился на врага. Однако земляной червяк неожиданно выказал недюжинную прытеловкость. Эфиклу все таки удалось догнать его в то мгновение, когда тот уже вползал в свою нору, и нанести удар. Он разрубил проклятую тварь пополам или примерно в таком соотношении, так ему показалось. Хвост ее остался снаружи, а головная часть, похоже, скрылась в глубинах своего убежища. Вход в него был слишком узким, чтобы Эфикл мог туда забраться. Кроме того, в тесной норе он лишился бы всякой возможности развернуться. «Едва ли кто-то оправится от такой раны и потери», сказал себе Эфикл, взирая на отсеченный хвост. Но некоторые сомнения не покидали его. Может быть, дело было как раз в хвосте, который, лишившись головы, продолжал шевелиться. «Оставив все как есть, Эфикл покинул болото». Воспользовавшись гостеприимством местных жителей, он решил немного задержаться здесь, на всякий случай, и не напрасно. Вскоре к нему явились скотоводы и в ужасе, смешанным с гневом, сообщили, что теперь вместо одного ползучего чудовища, на косы овец охотятся сразу два. «А, неужели две части одного животного превратились в двух самостоятельных животных?» Подумал Эфикл. Во всяком случае, ему нужно было срочно что-то предпринять, ибо выходило, что он не оправдал надежд местного населения. Призвав на помощь Иолая, он вновь углубился в болото. «Самое главное теперь», — решил он, «непременно довести начатое до конца, ни один кусочек зловредной твари не должен ускользнуть от нас». И Фикл и Иолая застали змей, переваривающих добычу, недалеко от места охоты, набросились на них и изрубили на мелкие кусочки, потом развели большой костер и сожгли все останки. Наблюдавшие это местные жители в целом остались довольны, хотя у некоторых все еще тлели сомнения, всех ли тварей уничтожили гости. «Как змея?» — спросил Эврисфи по возвращении Фикла. «Говорят, она была многоголовой». «Многоголовой, многохвостой и многотельной», — поправил и Фикл. «А по числу? Уж не девять ли?» «Старушечь и басни, числом только две». «Значит, одну голову поразил ты, другую, Иолай, как же это, мой любезный?» «Придется не засчитать тебе это дело». «Почему же?» — возмутился сын Амфитриона. «Такого уговора не было, ты хитро рассудил, мой Фикл. Ведь если я даю тебе задание, то выполнить его, очевидно, должен ты, только ты и никто другой. Иначе можно было бы переложить труды на каких-нибудь наемников, а потом присвоить себе их заслуги, имея в виду это в следующий раз. А следующим разом по воле Эврисфея должна была стать Киринейская лань, обитавшая в Аркадии. «Никак не могу сообразить, мой господин, в чем тут потвох?» — спросил Ификл, дослушав речь царя до конца. «Тебе предстоит поймать непростую лань», — разъяснил Эврисфея. «Она принадлежит самой Артемиде. Всего лишь. После Льва и Змея я, признаться, ожидал чего-то более замысловатого. Какой ты, однако, недогадливый. Если лань окажется божественной и быстроногой, свершишь еще одно великое дело, если нет, передохнешь от тяжких трудов, а он прав», — подумал про себя Ификл и двинулся в путь. Прибыв на место, он выследил лани первым же выстрелом из лука поразило ее. «Ну как, видел Артемиду?» — спросил Эврисфей, когда Ификл вернулся с добычей. «Ни Артемиду, ни Аполлону и никого другого из их рода», — ответил Амфитрионов сын. «Чем же ты докажешь, что принес мне то, о чем я просил?» «Говорят, лань Артемида имела золотые рога, а у этой — обычные. Они изменили свойства после того, как я ее подстрелил, нашелся Ификл. В самом деле?» — недоверчиво спросил Эврисфей. «А разве кто-нибудь видел ту самую, настоящую ланю Артемиды?» — полюбопытствовал Эфикл. «Не знаю», — ответил Эврисфей. «Вот именно», — воскликнул Эфикл. «Должен сказать, что я и сам не очень-то верил во все эти сказки о божественной козе, поэтому забудь о ней, я вижу, ты вполне отдохнул и готов к новым свершениям. Возвращайся в Аркадию, там, на горе Эреманф, тебя уже ждет вепрь, убей его!» Скабаном вышло почти так же, как до этого сланью. Сыто хрюкая во сне под дубом и не подозревая об опасности, он быстро попался в сети и фикла. Эврисфи поморщился, узнав об очередном успехе амфитрионова сына, доверившись слухам, в которых силы и свирепость вепря явно преувеличивались, он, похоже, надеялся, что тот избавит его от соперника. Понимая, что Эфиклу надо поручить что-то очень большое и неподъемное для человека, он вдруг вспомнил царя Авгии и его скотный двор, смрад от которого распространялся, кажется, на все Авгии выводение. «Я, посланник царя Эврисфея», — сказал Эфикл, — «прибывай в Элиду. И что угодно славному Эврисфею». Спросил Авгий. «Ему угодно, чтобы я почистил твои стойла», — ответил Эфикл. «Как же ты собираешься это сделать, в одиночку или с помощниками?» Спросил Авгий, которого стало разбирать любопытство, он понял, что собеседник совершенно не представляет, за что взялся. «В одиночку и за один день», — ответил Эфикл. «Ну что ж, пойдем», — засмеялся Авгий. «Я сам покажу тебе твою работу». «И они пошли. Увидав стойла, Эфикл сначала ужаснулся, а потом впал в сильнейшее уныние, даже сто человек, трудясь одновременно, не смогли бы привести их в приличный вид. «Хотя ты наверняка получаешь жалование от Эврисфея, я готов приплатить тебе еще, если справишься», — расхохотался Авгий. «Даю кусок золота с бычью голову. Удачи, друг мой», — и, повелев слугам вывести весь скот, он удалился, довольный своим остроумием, он был уверен, что Эфикл опозорится. А тот сидел на камне и не знал, что ему предпринять. К вечеру погода стала неспокойной и появились предвестники каких-то перемен. А когда солнце коснулось земного круга, в том месте, где реки Алфея и Пеней близко сходятся, земля издала глухой звук и сотряслась. Пласты почвы сдвинулись, и воды хлынули в долину, где находились стойла. В одно мгновение мощные потоки унесли весь навоз, захватив с собой нерасторопного чистильщика, только к утру, вробравшись из-под завалов деревьев, Ила, дохлой рыбы отходов, и Эфикл вновь достиг дворца Авгия. «Это ты?» — в замешательстве и даже страхе спросил Авгий, который не сразу признал амфитрионного сына, тот был с головы до ног в нечистотах. «Исполнено, господин, — сказал Эфикл. — Жду обещанного вознаграждения. Но это не твоя заслуга, — вскричал Авгий. — Это свершили боги. Им я и принесу в дар золото». Коротко говоря, Эфикл остался ни с чем. Однако через некоторое время до Эврисфея дошли слухи, будто бы Эфикл все же получил плату, поэтому Эврисфея снова не засчитал ему дело. Такова оказалась обманчивая людская молва. Не успел амфитрионов сын вернуться, как царь повелел ему незамедлительно снова отбыть в Аркадию, в город Стимфал, который стали беспокоить какие-то жуткие крылатые твари. Ходили слухи, что их стаи затмевали солнце и что, съев всю живность в округе, чудовища якобы уже взяли за людей. Раздобыв у местного кузнеца ворох ненужных жестянок, Эфикл пришел в лес, где обосновались зловредные существа, как оказалось, это были птицы, и принялся немилосердно стучать ими. Три дня подряд он сотрясал окрестности этим грохотом, сам при этом изрядно оглохнув. Но дело свое сделал. Пернатые покинули насиженные места и больше, как известно, сюда уже не возвращались. Остается только загадкой, куда они перебрались, ведь с тех пор их никто не видел. Говорили даже, будто они не пережили эфикловых трещоток. Выслушав отчет своего приближенного, Эврисфи сказал, у критского царя Миноса в стадии есть какой-то особый бык. Говорят, он вышел из моря и это был дар самого Посейдона. Хочу посмотреть на него, а не мог бы ты сам съездить в гости к Миносу, мой господин? Недовольно спросил эфикл. Видано ли это, чтобы царь шел к быку? Воскликнул Эврисфи. Не царь к быку, а царь к царю, поправил эфикл. Видишь ли, верный мой друг, сам Минос мне нисколько нелюбопытен, разъяснил эврисфи. У меня нет к нему ровным счетом никаких дел, так что вперед. Эфикл покорно поплелся к выходу. Прибыв ко двору Миноса, он обратился к нему с такими словами. Я, посланник царя Эврисфея, мой повелитель передает тебе свое восхищение твоим могуществом и богатством. Польщиной, Минос показал эфиклу принадлежащие ему дворцы, земли и стада. К последним сынам Фитриона проявил особое внимание. Он скоро заметил, что один бык отделен от остальных прочной оградой. «Послушай, Минос, отдай мне этого быка», — сказал Эфикл. Владыка Крита удивился и спросил, «Назови хотя бы одну причину, по которой я должен был бы удовлетворить твою просьбу. Мой господин желает на него взглянуть». «И это все?» — снова удивился Минос. «Пусть Эврисфея сам ко мне придет», — я говорил ему то же самое, но он и слушать не стал. «Что же ты в таком случае хочешь от меня?» Эфикл задумался, но никакая хорошая мысль так и не пришла ему на ум. «Все равно отдай, хотя бы на время», — сказал он. «Убирайся прочь», — ответил царь в раздражении. «Иначе я велю отрубить тебе голову». «Ты, конечно, можешь не делать мне подарка, но причинять зло воздержись, ведь я слуга и посол царя Эврисфея и если он узнает, что ты обошелся со мной плохо, он пойдет на тебя войной». Минос сильно сомневался, что Эврисфе будет ввязываться в драку из-за какого-то слуги, но решил не ссориться с правителем Миккин лишний раз и тем более по таким пустичным делам. «Отдай быка», — продолжал клянчить Эфикл. «Испытываешь мое терпение, чужеземец?» «Может быть, отдай быка, да чтоб ты провалился сквозь землю», — воскликнул Минос. «Не сомневайся, владыка морей, однажды это случится». Дабы отвязаться от надоедливого гостя, Минос поддался его уговорам, потому как действовал тот не по своей воле и обещал вернуть животное. Было, впрочем, и еще одно обстоятельство, которое едва ли не в большей степени склоняло к этому, бык отличался недружелюбным нравом, почему его и приходилось постоянно держать на привязели в заперти. В те дни, к счастью, он пребывал в спокойном расположении духа, и Эфикл благополучно доставил его на место. Эврис Фи посмотрел на зверя и велел отпустить, он совсем не собирался выполнять свое обещание, данное Миносу через Эфикла. Последний же, поглощенный другими делами, тоже забыл о нем. Получив свободу, бык, говорят, долго еще бродил по Ахее, в приступах ярости гоняюсь за всеми, кто попадался ему на дороге, пока не затерялся где-то в Аттике. Между тем у Микенского царя уже было готово новое поручение для слуги. «Прослышал я, что самые быстрые кони, у бестонского царя Диамеда», сказал Эврис Фиамфитрионову сыну. «Но почему какие-то фракетцы имеют лучших коней, чем мы? Словом, они должны принадлежать нам, Ахейцам. Займись этим, мой преданный Эфикл. Как же я туда доберусь?» В ужасе спросил тот, имея в виду, что фракия находится на самой границе известной Эхейцам части Земли. «Ты должен благодарить меня уже за то, что я не посылаю тебя к титанам за медной наковальней», строго сказал Эврис Фи. «Ну как, хочешь в Тартары или согласен на фракию?» «Согласен на фракию», быстро ответил Эфикл, действительно опасаясь, как бы его господин не переменил свою волю. Это было очень долгое путешествие. Амфитрионову сыну уже казалось, что он никогда не достигнет нужного места. Однако в конце судьба неожиданно вознаградила его. Диамед оказался вовсе не воинственным фракийским царем, а всего лишь бедным земледельцем. Эфикл скупил у него по дешевке всех лошадей и погнал обратно в Микины. «Никакого царя Диамеда во фракии нет», разъяснял он потом Эврисфию. «Во всяком случае, никто о таком не слыхал, что до коней, вот все, что удалось раздобыть у некоего одноименного фракийца. Но это не коня», — разочарованно вскричал Эврисфи. «Это клячи старые. Что за невезение? Я-то думал, у меня теперь будут самые быстрые колесницы, а что вышло? Гони прочь этих заморышей в лошадином обличье и возвращаясь за новым заданием. Повинуясь, Эфикл выставил копытных за ворота. Те разбрелись по окрестным лесам, где их вскоре съели дикие звери. Живет в эвбейском городе Эретриа некий Гирион», — сказал ему после этого Эврисфи. «Между нами говоря, пакостник отменный. Как-то раз на охоте, когда я уже собирался пронзить копьем оленя, поставил мне ножку и сам убил зверя, я тогда еще не был царем. Что же ты не наказал его?» — прервал Эфикл. «Не было подходящего случая», — ответил Эврисфи. «Теперь же он представился. Так вот, слушай. У Гириона появились какие-то коровы с необычным окрасом, которыми он очень гордится, прямо раздувается от спеси. Доставь их мне, что-то тебя опять на рогатый скот потянуло, мой господин», — проворчал Эфикл. «Меня вот от него уже воротит. Молчи, дурак», — прикрикнул на него Эврисфи. «И делай что велено. А не то будешь битым нещадно». А у Гириона жил могучий пастух, который присматривал за коровами вместе со своим ужасным псом. И Эврисфи очень рассчитывал на то, что либо Эфикл накажет Гириона, либо Гирион покончит с Эфиклом. В любом случае он окажется в выигрыше. Сын же Амфитриона испытывал смертельную скуку от всего этого однообразия царских поручений. Усталый, он начал готовиться к переправе на Эвбею. Предвидя, что ему придется иметь дело с очень несговорчивыми людьми и не поддающимися на уговоры бессловесными тварями, он, прибыв на место, сразу на всякий случай огрел двуногих посохом, а четвероногому бросил большую кость, чем неожиданно его подкупил, после чего спокойно увел стадо. На обратном пути коровы, однако, разбежались и Эфиклу пришлось долго их собирать. Это было самой трудной частью предприятия. Эврис Фижа принес копытных в жертву, поскольку они оказались невзрачны и совсем ему не понравились. «Ты знаешь, меня постигло несчастье», пожаловался он после этого Эфиклу. «Моя любимая дочь Адмета решила стать воительницей». «С чего бы это?» Настороженно спросил сын Амфитриона, уже предчувствуя, чем подобное желание может для него обернуться. Она узнала о каких-то амазонках, это племя, состоящее будто бы из одних женщин, которые не уступают мужчинам в ратном искусстве. «В жизни не слыхал большей глупости», воскликнул Эфикл. «Выбрось это из головы, мой господин! Я и рад бы, но еще сильнее я хочу порадовать дочь, так вот, существует, говорят, некий пояс Ипполиты, царица Амазонок, который делает воина непобедимым, защищая в бой от увечья лучше любых доспехов. Доставь его мне, и где обитают эти лиходейки?» Спросил Эфикл, сдерживая злость. «Не то в мессии, не то в мессе, никто точно не знает. Не кажется ли тебе, мой господин, что между мессией и мессой слишком большая разница? Как быстро, по-твоему, я доберусь до Азии?» «Мне то что до этого», — беззаботно сказал Эврис Фи. «Если пояс будет у меня, какое мне дело до того, из какой части свет он прибыл?» «А он опять прав», — подумал Эфикл и отправился в Мессинью, где через некоторое время отыскал одну женщину почтенного возраста по имени Ипполита. «Нет ли у тебя пояса, дарующего неуязвимость в бою?» — спросил он у нее. «В своем ли ты уме, чужеземец?» — воскликнула женщина. «Если сделаешь красивый пояс, который мог бы понравиться девице, я хорошо заплачу тебе», — предложил Эфикл и показал деньги. Обрадованная возможностью немного разбогатеть, Ипполита принялась за работу. Когда же через несколько дней пояс был готов, он настолько понравился самой рукодельнице, что она не захотела с ним расстаться и потребовала больше денег, чем было у Эфикла. Несчастному сыну Амфитриона ничего не оставалось, как отобрать у нее вещицу. Бросив Ипполите обещанную плату, он поспешил удалиться. У дочери Жееврисфея к тому времени образ мысли переменился, теперь она уже не хотела посвящать свою жизнь ратным делам. Поэтому подарок Эфикла оказался ей ненужным, тем более что по царским меркам он был весьма скромным, что до Эврисфея, то он не верил в чудодейственную силу подобных предметов. Его теперь занимало нечто другое. «Ты знаешь, я задумал стать бессмертным», мечтательно произнес царь, обращаясь к слуге. «Это удел богов». Мрачно заметил Эфикл. «Нет-нет, мой дорогой, ты ошибаешься. Я узнал, что на краю земли, у Атланта, в саду Гисперит произрастают чудные яблони, плоды которых даруют бессмертие. На краю земли?» Переспросил Эфикл, который уже понял, к чему идет дело, и теперь хотел лишь получить нужные сведения, а не выслушивать всякие бредни. «Где это?» «В области Абдеры или где-то там?» «Точнее не скажу», — ответил Эврисфи, «видимо, дальше его познания не простирались». «Но я уже был во Фракии», — воскликнул Эфикл. «Ты что, не мог сказать этого раньше, чтобы мне не приходилось дважды тащиться в этакую даль? В Аркадии ты гонял меня трижды, теперь решил замучить Фракией». Он намеревался сказать много чего еще, но царь его уже не слушал. «Дорога действительно предстояла неблизкая, но на этот раз сын Амфитриона облегчил себе путь, напросившись на корабль, идущий из Трезина к Фракийским берегам, там, на окраине Абдер, он отыскал некоего Эврибата, называвшего себя Атлантом. «Ты и есть тот самый Атлант, о котором говорят?» — спросил Эфикл. «Да, я, Атлант, ибо я живу на краю света», — торжественно ответил тот. «И где же этот край?» «Да вот он, повсюду. Ведь дальше уже никого нет. Ты хочешь сказать, что в северном и восточном направлении вся земля пустая?» — удивился Эфикл. «Именно», — ответил хозяин. «Оттуда ко мне никто никогда не приходил, все равно я представлял себе это иначе», — пробормотал Эфикл. Эврибат не обратил внимания на слова гостя и принялся хвастливо расписывать ему свои владения. Среди прочего упомянула яблоневые сады. «Так значит, ты называешь их садами Геспирид?» — переспросил Эфикл. «О да», — самодовольно воскликнул хозяин и добавил, «они под надежной охраной. Вот идет их старош, смотри, какой здоровяк, сын геи!» «Да он совсем помешался на сказках», — подумал Эфикл, хотя приблизившийся к ним человек имел довольно внушительный вид. «Милостиво прошу угостить меня плодами твоего сада», — сказал сын Амфитриона. «Никто из смертных не смеет прикасаться к этим яблокам, ибо они священны», — промолвил Эврибат, неожиданно помрачнев лицом. Такой поворот дела явно не устраивал Эфикла. Однако после Гериона он уже знал, как надо действовать в подобных обстоятельствах, и ему совсем не хотелось до бесконечности затягивать переговоры. «Я вижу, ты жадя не в меру, любезный», — заметил Эфикл. «Похоже, ты предпочитаешь сгноить урожай, нежели хоть немного поделиться им, ведь с такого сада мог бы кормиться целый город. Поэтому скажу кратко, с тебя три яблока, для царя Эврисфея. Иначе моя дубина пройдется по твоим бокам и, как знать, может быть, даже по голове. Поскольку хозяин и его слуга не торопились с выполнением просьбы, и Эфиклу ничего не оставалось, как побудить их к этому вышеупомянутыми действиями, взяв яблоки, он покинул негостеприимный дом. «Вот же гадость», — воскликнула Эврисфей, отведав плоды. «А что ты хотел, мой господин?» — сказал Эфикл. «Они просто испортились, пока я их нес тебе. А еще говорят, что они дают бессмертие. Как может сделать кого-то нетленным то, что само так быстро гниет?» «Ты придаешь слишком много значения слухам», — заметил Эфикл. «Богам и их, что ли, теперь посвятить?» — рассуждал между тем сам собой Эврисфи. «Но кто из богов такой любит?» «Может быть, Афина, я где-то слышал. Да просто выброси их», — прервал его Эфикл. «Задание я выполнил, остальное не имеет значения». «Хорошо», — сказал Эврисфи. «Пусть будет так. Однако для тебя у меня есть кое-что новое». Прослышал я, что один земледелец в лаконике держал большого пса, который охранял посевы и скот, потом земледелец сошел в Аид, не оставив наследников, пёс жодичал и превратился в бедствие для всей округи. Займись этим, неужели в целой лаконике не нашлось воина, который не смог бы укротить какую-то собаку?» — воскликнул Эфикл. «Да многие уже пытались, но все без толку», — ответил Эврисфи. «Вот, например, Теси с перифоем. А что за люди?» — спросил Эфикл. «Герои. Не тебе че-то, хотя, с другой стороны, они тоже оказались болванами, отправились на поиски пса и сами куда-то пропали. Может, он их сгубил, может, они просто сбежали от него тайно, трепеща от страха. Тебе придется это выяснить. И где мне их всех искать?» — спросил Эфикл. «Говорят, зверь прячется в одной из пещер, что на теноре», — ответил Эврисфи. «Знаешь это место?» «Слыхал», — сказал Эфикл. «Вот и славно», — хитро прищурился Эврисфи. «Ступай». И действительно. Оказалось, что перифоем пёс загрыз, а Теси её загнал в самый дальний угол пещеры и не выпускал. Но и одолеть его не мог. Пещера в том месте сильно расширялась в стороны и вверх, под её высоким сводом. На стенах было несколько скальных выступов, на один из которых Теси забрался, а пёс запрыгнуть туда уже не мог. Он поджидал афинского героя внизу, разумно полагая, что тот однажды сам свалится оттуда от усталости. Теси же, действительно истощенный голодом и осадой, уже собирался вручить душу Аиду, когда Эфикл неожиданно явился и отвлёк на себя внимание врага. Зверь оказался не таким уж большим и страшным, да к тому же довольно старым, просто Теси и перифоем были ещё слишком молоды для подобных дел. Ударом дубины Эфикл выбил из одичавшей собаки остатки жизни, помог царскому сыну спуститься и, выбронив его изрядно за юношескую самонадеянность, чуть не высек. «Я отпускаю тебя», — мрачный сказал Эврисфи Эфиклу, узнав о его последней победе. «Боги не позволяют мне больше подвергать испытаниям амфитрионова сына, ты свободен», — Эфикл удалился к себе, не зная, что ему теперь делать, он вдруг постиг никчемность своей жизни. «О боге!» — вскричал Эфикл. «Где слава, к которой я стремился? Десять лет я служу Эврисфею, исполняя все, что придет ему на ум, гоняясь за львами, собаками и змеями, отбирая яблоки и тряпки, чищу скотные дворы. Неудивительно, что, кроме насмешек, я ничего не удостоил суахейцев. Впрочем, нельзя не признать, счастливый случай на моей стороне, ведь не удалось, обдуманно или случайно, свершить кое-какие дела, за которые никто даже и не брался. И он заснул. Сетве на свою долю. Во сне к нему явился Гермес и сказал, «Я пришел утешить тебя, хотя, возможно, ты будешь опечелен». Вот представь, что, если тот лев из Немея был неуязвимым, а Змея в Лерне — девятиглавой. Что, если Лань Вайне, самой быстроногой среди земных зверей и притом действительно посвященной Артемиде, вепрежу Сариманфо, свирепейшим. Что, если воды Алфея и Пенея в сторону Авгиевых стойл отведены чьей-то рукой, а птицы из стимфала имели медные перья, предохраняющие лучше любого щита? Что, если... «Прости, сын Зевса». В нетерпении прервал его и фиктал. «Я никак не постигну, к чему ты клонишь. Ты говорил, что, кроме насмешек, ахейцы ничем не наградили тебя, но заметь, осмеивали тебя разве только те, которые собственными глазами видели твои дела, а еще те, которые знали, что ты должен был стать царем, а оказался рабом. Эти просто злорадствовали. В широких же пределах ахейских государств ходят именно такие слухи, какие я только что изложил тебе, потому что, сам понимаешь, молва обманчива и склонна к преувеличению. Ты так думаешь? Я уверен в этом. И еще говорят, что коль скоро деяния были столь велики, то и свершивший их, должно быть, не простой смертный, но сын какого-то бога и женщина из царского рода. Но что это значит? Пробормотал и фикал в явном замешательстве. Если бы люди вечно помнили об этих делах, пусть даже и приписывая их кому-то другому, такая слава, спрашиваю я, устроила бы тебя? Ведь всякий раз, уже будучи тенью Аида, услышав подобное предание, ты будешь радоваться от мысли о том, что на самом деле речь идет о тебе, какой же у меня выбор, или совсем ничего или хотя бы это? Вот именно, сказал Гермес. Хорошо, что ты не требуешь большего, это и есть вознаграждение от нас тебе, сын Амфитриона, до встречи. Когда в следующий раз увидишь меня, знай, дни твои на земле сочтены. С этими словами он покинул человеческое жилище, и фикал же, удовлетворенный, пришел в себя.